На очереди новости технологии. С ними Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Сбер сегодня запускает отдельного детского голосового ассистента. Насколько это поможет в конкурентной борьбе с Яндексом и ВК? Добрый день. Ну, предсказать это, конечно, сложно, но в целом детская аудитория для умных колонок действительно одна из ключевых детей. Зачастую быстрее, активнее. Взрослых начинают пользоваться такими устройствами с другой стороны. До сих пор как-то создать конкуренцию колонкам от Яндекса аналогичными ходами ни у кого не получилось. Но подробнее чуть позже, а начнем с более масштабных анонсов. Голосовые ассистенты, в том числе прямо внутри звонка, цифровые двойники, облачный гейминг на телевизорах и экспериментальная метавселенная. МТС провел вторую в своей истории конференцию платформы, переведя ее таким образом в разряд традиционных и, помимо обязательных для таких мероприятий рассказов о достижениях, анонсировал некоторое количество новых решений. И, наверное, самое понятное и потенциально массовое, голосовой ассистент Марвин появится прямо внутри телефонного разговора, фактически как еще один участник беседы. Идея в том, что к нему можно обращаться с какими-то вопросами, не особо отвлекаясь от, собственно, беседы с человеком. Его же можно потом будет попросить содержание беседы отправить, например, в мессенджер, что тоже бывает удобно. Появится такое, правда, только в третьем квартале, зато, как уверяют, будет работать на абсолютно любом телефоне, даже без доступа в интернет. Тут интересно, насколько подход телеком-оператора отличается от просто IT-компании. Буквально накануне Google на своей конференции тоже анонсировал нейросеть с доступом к телефонному разговору пользователя. Но там для этого пришлось создавать облегченную модель нейросети, которая запускается прямо на смартфоне, ну, если он, конечно, это потянет, и не передает данные в гугловское облако. Здесь же все иначе. Мы как телеком, у нас есть такая штука, как тайна связи. В этом смысле мы, естественно, то, что показывает то, что третье на линии, это то, на что подписался сам клиент. И нам не обязательно процессить это в телефоне. Более того, в телефоне мы меньше контролируем это. Мы лучше это контролируем на своих сервисах, в которых и так есть этот разговор. Он просто наружу никуда выйти не может, потому что тайну связи мы охраняем как оператор. Нам гораздо проще это сделать прямо у нас внутри. И это точно никуда не уйдет. Более того, и в телефон это тоже не попадет, потому что там это не крутится. Это абсолютно понятная история как раз. Самый вероятно эффектный анонс конференции МТС тоже, разумеется, основанный на генеративных нейросетях. Вот такие вот цифровые двойники человека. Платформа, которая позволяет создать аватар, использующий внешность, голос, привычки и даже историю реального человека. Смысл в том, чтобы переложить на плечи такого гиперперсонального ассистента рутинные задачи. Например, общение с курьером или службой поддержки, создание онлайн-курсов, содержание которых можно актуализировать хоть каждый день. Ну или вести через такого аватара онлайн-переговоры на незнакомых языках. Жаль, только сроков запуска этой платформы не назвали. Зато уже запустили метавселенную МТС Верст. Тестовую, но потенциально полезную и компанией, и ее клиентам. Я бы не хотел, чтобы мы с вами к этому относились как-то слишком серьезно. Потому что, еще раз, для меня это некоторый полигон, на котором мы можем обкатывать различные технологии, которые все равно в будущем к нам придут. Они просто придут в формате дополненной реальности. Сейчас нету технологий, которые позволят бы сделать дополненную реальность такой, как она должна быть, для того, чтобы создать то, что называют метаверсом. Поэтому мы это делаем в виртуальной реальности. Мы будем там делать много разных экспериментов. Сейчас мы запустили просто туда свои сервисы, запустили обслуживание. И тем, кому это нравится, будут туда ходить.